Если у вас высокий холестерин, знаете, что это опасно, от этого мучаются при жизни и плохо умирают. Сахар просто обладает этими свойствами, что стенки сосуда повреждаются. Объективная реальность такова, что лишь треть холестерина мы получаем с пищей. Для того, чтобы справиться с холестерином, надо работать с печенью. А знаете ли вы, что по статистике Международной Ассоциации Здравоохранения сердечно-сосудистые заболевания являются одной из главных причин смертности во всем мире? Ладно бы мы просто умерли, так еще сердечно-сосудистые заболевания сопровождаются высоким давлением, снижением когнитивных функций, плохим самочувствием. Это заболевания, которые не просто убивают, они еще и калечат, они портят качество нашей жизни. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Станислав Чернонок, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и соматити. И сегодня, наконец-то, у меня случилось давнее многострадальное видео, про которое, я думаю, уже, наверное, полгода. Это видео про холестерин, про печень, про питание и вообще про то, как иметь отношение с животом. В общественном сознании принято считать, что холестерин мы в основном получаем из всякой вредной еды. Там сало, яйца. Но объективная реальность такова, что лишь треть холестерина мы получаем с пищей. Основное количество холестерина – это эндогенный холестерин, производимый внутри печени, который производится плохой, потому что печень находится в плохих условиях. Либо затруднен желчоотток, либо печень сдавлена плохим дыханием, либо где-то что-то в кишечнике происходит такое, что печень постоянно воспалена. Для того, чтобы справиться с холестерином, надо работать с печенью. Вторым способом в общественном сознании, который позволит нам снизить холестерин, является прием специфических препаратов – статинов. Они просто берут и уменьшают концентрацию этого вещества. Однако мы забываем с вами о том, что холестерин является жизненно необходимым веществом для правильной работы нашей нервной системы. Если у нас не хватает в нервных клетках головного мозга холестерина, это приводит к тому, что существенно снижаются наши умственные когнитивные функции. Мы, попросту говоря, глупеем. Таким образом, когда мы просто физически снижаем холестерин, это приводит к тому, что наш организм начинает работать хуже. Одним из самых разрушительных воздействий на печень, а следовательно на холестерин, является плохое питание. Особенно еда, где есть пальмовое масло, например. Фастфуд, жирная пища, слишком пережаренная и тому подобное. Очевидно, что плохую пищу чаще всего употребляют люди с низким уровнем дохода. Без правильного питания невозможно сохранить здоровье, а правильное питание невозможно без достойного дохода. Переходите по ссылке в описании, чтобы присоединиться к особой касте массажистов, которые не стесняются зарабатывать большие деньги. Потому что реально помогают своим клиентам. Еще одним очень важным фактором про атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания является то, что провоцирующим фактором для атеросклероза является повышенная концентрация сахара в крови. Как это работает? Когда у нас повышенная концентрация сахара в крови, это приводит к изъязвлению стенок сосудов. Сахар просто обладает этими свойствами, что стенки сосуда повреждаются. На них возникают царапины, повреждения. Эти царапины организм латает через атеросклеротические бляшки. Короче, друзья, если у вас высокий холестерин, знаете, что это опасно, от этого мучаются при жизни и плохо умирают. Во-вторых, скорее всего, причина не в тех жирах, не в той холестериновой пище, которую вы употребляете, а в тех углеводах, в том сладеньком и крахмалистом, что вы кушаете. В-третьих, химические препараты помогают, но приводят к снижению когнитивных функций. И, наконец, все это можно решить, налаживая функционирование вашей пищеварительной системы. Если вам хочется больше углеводов, то, возможно, это связано с тем, что вы недополучаете удовольствия в своей жизни. Приходите на мой практикум по психосоматике. Ссылка в описании. Если ваша печень не справляется с выработкой хорошего холестерина, возможно, она правильно не очищается. Вообще все внутри вашего кишечника может работать неправильно из-за того, что не хватает тонуса мышечной стенки, которая бы держала все это в правильном положении и позволяла ему работать надлежащим образом. Обо всем этом у меня есть продукт, ссылочку на которую вы сможете найти в описании к этому видео и в закрепленном комментарии в комментариях. Я всем рекомендую его пройти, потому что я придумывал его для себя. У меня стало реально лучше с пищеварением. И я об этом вам с гордостью заявляю. Переходите, проходите, чувствуйте себя хорошо и не позвольте себе умереть от инфаркта и инсульта. Ну а с вами, как всегда, был Станислав Чернок, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и саматите и одноименного YouTube-канала, где мы вместе с вами пишем комментарии, делимся своим опытом, получаем новую информацию и вообще формируем прекрасное сообщество. Люблю вас, друзья, до новых встреч, до свидания.